Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарская фехтовальщица третья на этапе Кубка Мира. Самарская шпажистка Виолета Храпина завоевала бронзу этапа Кубка Мира. В Барселоне Испания сборная России в 1-8 финала обыграла Германию 32-23, в следующем круге сдалась Польша 45-32. В полуфинале сильнее оказались истонки на один укол, а в матче за бронзу российские шпажистки одолели команду Франции 45-38. В Тольятти готовится принимать чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. Соревнования в России пройдут во второй раз и впервые в Самарской области. В программу выступлений вошли зимний виндсерфинг, сноукаттинг и крылья. Основной дисциплиной чемпионата мира является курс рейс – гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость. Кроме того, в этом году в соревновательную программу включен кайт-фристайл. За медали сразятся почти две сотни спортсменов из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии. Среди заявившихся участников есть и знаменитый французский чемпион Дидье Бота. Для любителей зимних видов парусного спорта тоже пройдут соревнования, правда, до этого им мастер-класс покажут чемпионы. Несмотря на неудачный очередной сезон, Лада будет выступать в континентальной хоккейной лиге, заявил об этом одному из интернет-изданий вице-президент клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Лада плетется в хвосте турнирной таблицы Восточной конференции за шесть матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона команда испытывала финансовые проблемы, были многомесячные долги по зарплате перед игроками. Но в конце декабря стало известно, что Лада получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 миллионов рублей. Крылья советов только готовятся к футбольным баталиям. Футболисты провели первый тренировочный день, на втором сборе игроки утром занимались физподготовкой в тренажерном зале, на фитнес-программу ушло полтора часа. Вечером футболисты провели игровую тренировку. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!